Всем добрый день, кто сегодня подключился и кто посмотрит нас в записи. Сегодня у нас обучающее мероприятие, организованное Коалифицированным центром при Министерстве энергетики и жилищно-коммунальном хозяйстве Самарской области. Зовут меня Косилов Игорь Анатольевич. Мы сегодня с вами разберем вопрос по практике онлайн-голосования по вопросам повестки общего собрания собственников на территории Самарской области. Напомню, что законодатель у нас определил форму проведения общего собрания собственников жилья. Это форма очная, это форма заочная, форма очно-заочная. Дополнительно, с учетом развития автоматизации, введена новая норма, новая форма голосования заочная по средствам онлайн-голосования. И забегая немножко вперед, скажу, что такая практика на территории Самарской области состоялась. Такая практика успешно реализована не на всех территориях Федерации. Вот в частности, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации требований по пункту 2 статьи 1 Федерального закона о 25 мая 2020 года, номер 156 ФЗ, сообщает, что с 24 июля 2021 года обеспечена возможность проведения общего собрания собственникам помещения на квартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ГИС-ЖКХ. Вот такая практика у нас реализовалась. Насколько я понимаю, в данном случае проведение общего собрания посредством через систему ГИС-ЖКХ не вызывает вопросов при регистрации данных решений. Но сегодня у нас на связи и расскажут нам именно непосредственно сами участники проведения общего собрания собственников жилья. Это профессиональная управляющая компания, которая использует одна из первых всевозможных ресурсов в сфере автоматизации процессов предприятия. Компания, управляющая ЖЦ. И у нас сегодня на связи директор этой компании Золотарев Александр Александрович. Александр Александрович, слышите, видите? Да, я вас слышу. Отлично, мы вас тоже видим. Александр Александрович, понимаю, одни из первых вы подключились к этим новшествам, провели на территории Самарской области общее собрание собственников жилья по одному многоквартирному дому. Скажите, пожалуйста, вот в процессе, может быть, как это было? Просто сложно, какие-то сложности возникали, потом, может быть, при, там, уже именно в контроле надзорных органах. Обратите внимание, ну или вообще в целом это приемлемо, нормально, можно ли провести? Вот в этом ключе. Александр Александрович, вам слово, рад видеть. Тоже рад видеть. Управляющий компанией ЖЦ, представлюсь. Меня зовут Золотарев Александр. Опыт проведения онлайн-голосования мы решили произвести на квартирном доме, небольшом, порядка трех тысяч квадратных метров, чтобы, скажем так, не возникало сложности взаимодействия с большим количеством населения. Так как есть свои моменты, нюансы, достаточно, система сложная. И мы столкнулись именно с сырой программой именно ГИС ЖКХ. Есть там моменты, которые хотелось бы доработать. О них сейчас расскажу. В общем, технология следующая. Изначально каждого собственника квартирного дома мы известили от проведения онлайн-голосования анкеткой. То есть мы ему полностью рассказали в инструкции, что нужно для того, чтобы проголосовать в онлайне. То есть это первое. Он должен обязательно зарегистрирован быть в системе госуслуг. То есть, если, допустим, нету логина, пароля, либо по какой-то причине они его не знают, то есть мы это сделали заранее, чтобы люди могли подготовить. Решили модераторам собрания сделать управляющую компанию, так называемым администраторам голосования. Выведомление о проведении онлайн-голосования, которое было доведено до собственников путем размещения в системе ГИЗа-ШКХ. Мы разместили на информационных досках управляющей компании, также в рамках ЖК. И полностью разместили порядок действий, что им нужно. Расскажу так вкратце по инструкции, что нужно было сделать. Первое. Проголосовать можно через мобильное приложение ГИЗа-ШКХ. То есть на него можно выйти практически у всех сейчас есть госуслуги. То есть можно зарегистрироваться в госуслугах, выйти в онлайн-голосование и выйти в сервис ГИЗа-ШКХ. На главной странице личного кабинета необходимо выбрать вкладку «Голосование на дому» и в разделе «Действия» нажать «Голосование на дому». Откроется страница «Реестр сведений о голосовании» и зайти именно в вкладку «Голосование». Найти голосование в конкретном МКД, для этого ввести его полный адрес, ввести дату начала и окончания голосования указанное уведомлением. Чтобы принять участие в голосовании, нажать на пункт «Просмотреть вопрос повестки», далее перейти в блок «Повестка» и нажать на кнопку «Проголосовать». Откроется страница «Участие в голосовании», «Проголосовать», нажав на один из пунктов «За», «Против», «Воздержался». При проведении в качестве администратора управляющей компании при онлайн-голосовании мы столкнулись со следующими проблемами. Не у каждого собственника, который принимал решение проголосовать онлайн, имелась в личном кабинете вкладка «Голосование на дому». Это именно как раз и является основной проблемой именно недоработки ГИСа, при отсутствии которого голосование одновременно невозможно. Собственники заполняли решение собственноручно и передавали инициатору, то есть нам, как администратору голосования, на бумажном носителе. То есть это тоже как вариант. Если у кого-то, допустим, нет возможности было проголосовать через госуслуги, можно в бумажном носителе это сделать. Ну и здесь, скажем так, возникают вопросы, когда на бумажном носителе голосуем. Обязательный графой для исполнения влияет сведения о данных паспорта и СНИЛС. Не каждый собственник готов тратить дополнительное время на внесение этих сведений. И самое главное, у собственника возникло недовольство относительно правомерности запрашиваемой их персональных данных, то есть раскрытия информации. Это достаточно такая большая работа именно с собственниками. Если говорить именно о председателе, который проводил это собрание, ну, хоть женщина и грамотная, бухгалтер там на предприятии работает, для нее это было все очень сложно. То есть вот и программы, и госуслуги, и собственникам надо объяснять, разъяснять все это. Да, это еще мы берем достаточно такой элитный, хороший дом небольшого объема и с небольшим количеством людей. Там порядка 30 квартир было. И с каждым приходилось практически вести диалог, объяснять, что это такое, для чего мы это делаем. То есть работа, на мой взгляд, проведена очень большая была. Дальше, повестку, еще с чем столкнулись. Повестку дня, размещенное уведомление о проведении голосования, необходимо формировать таким образом, чтобы из повестки можно было понять содержание не только предполагаемых вопросов, поставленных на голосование, но и предполагаемый результат, поскольку итоговый протокол в той форме, в которой мы имеем при обычном голосовании, не формируется в системе ГИСШКХ при онлайн-голосовании. Объясню проще. Допустим, мы видим, допустим, утвердить статью содержания, а какую статью содержания мы не видим. То ли это 22 рубля, то ли это сколько-то. То есть надо в повестке полностью писать от начала до конца, какой мы тариф содержания, на примере, должны указать. Тоже это недоработка именно ГИСа. Но мы, скажем так, и с этим справились, уже так аннаитивно пытались уже проголосовать, чтобы закончить это голосование. Голосование у нас шло чуть больше месяца. Взяли максимальный такой период, чтобы и с людьми работать, и председателя объяснить, как это в будущем все реализовывать. В принципе, опыт получили, можем дальше пробовать внедрять эту систему. Я считаю, что это необходимо делать каждой управляющей компанией, потому что потихонечку мы переходим в век цифровых технологий, все оцифровывается, и нам надо шагать в ногу со временем. Поэтому это упростит в будущем голосование, исключит фальсификации, потому что здесь все подписывается электронной цифровой подписью, с госуслуг информация идет. И это упростит работу, скорее всего, еще с вашей структурой ГЖИ. То есть им будет все это приходить в режиме онлайн, сразу же будет происходить автоматический подсчет, и это ускоряет, в принципе, работу всего голосования. У меня, кажется, все. Александр Александрович, нормально, хорошо, понятно, сложности были. Мы понимаем, что система еще далека от своего совершенства, но радует то, что уже такая практика у нас появилась. И действительно, одни из самых важных моментов нужно отметить, и мы этим будем заниматься обязательно, этим и занимаемся и сейчас, это именно разъяснение жителям, как все-таки проработать в режиме онлайн-голосования. Действительно, мне хочется отметить здесь и большую работу Государственной жилищной инспекции. Мы вместе, сообща, проводили эту практику, чтобы это происходило, нашелся в момент, и действительно, Государственная жилищная инспекция с их сложными, большим количеством, как мы знаем, поступления протоколов общего собрания, работать по онлайн-голосованию намного легче. Намного сразу же происходит оптимизация процесса, рассмотрение дела в разы сокращается. Мы говорили об этом, что большие сроки рассмотрения поданных протоколов общего собрания Государственной жилищной инспекции. Вот оно появляется у нас, решение этого вопроса. И спасибо тоже коллегам из Государственной жилищной инспекции о том, что они в данном вопросе здесь нам оказывали всестороннюю поддержку. Мы были постоянно на связи, и собственники, которые обращались, они обращались в Государственную жилищную инспекцию, получали на то раскрытые нормальные ответы. Здесь вот действительно именно так. Что получается в итоге? В итоге у нас есть все-таки определенные сложности, но которые проходимы. с учетом подготовки правильным к общему собранию. Получается, что вот у нас сейчас процедура уведомления о проведении общего собрания, она за 10 дней. Александр Александрович, ну вот сколько времени для того, чтобы конкретно с домом проработать и объяснить им, что все-таки лучше проголосовать по такой форме каким-то образом? Сколько примерно дней уходит на это? Дни 10, наверное, уйдет еще дополнительно. Разъяснение провести между собственниками жилья, почему в такой форме, вот как у вас по практике прошло, наверное, заранее проводили немножко работу, чтобы понимали мы рамки проведения, если у нас общее собрание сразу же вливается, а здесь вот на этот вопрос сколько по времени ушло практического? Посмотрите, немножко так расширеннее отвечу. Все зависит от дома, мне кажется. Если, допустим, дом небольшой, то да, там 10 дней достаточно. Если дом больше, там, не знаю, 10 тысяч квадратных метров, то, конечно же, нужно гораздо больше времени, нужно обзванивать и собственников, и уведомлять их, и держать это в курсе. И здесь еще зависит от, наверное, социальной составляющей дома. То есть это районы, которые более прогрессивные, а им будет легче это понять, нежели какие-то там села, там, деревни, там, где это еще технологии не развиваются. То есть людям будет это сложнее понимать эти технологии. Поэтому здесь достаточно в зависимости, вот именно надо выбирать целевую аудиторию. 10 дней, как бы, да, вот в нашем случае достаточно. Ну, допустим, если какой-то большой дом и требуется больше разъяснений, то, конечно, нужно выделять на это больше времени. Согласен полностью, Александр Зоунович. Но здесь опять мы возвращаемся к тому моменту, какой конструктивный диалог происходит между управляющей компанией и собственниками жилья. Если управляющая компания работает профессионально в интересах собственников, то она, конечно, уложится за 10 дней. Если она, эта компания работает, ну, не совсем так, как удовлетворяет собственников, то, конечно же, здесь будет им сложно продвинуть что-то новое, если они постоянно не работают на такой точке взаимодействия с собственниками. Вот я знаю, что результаты вот именно вашего участия в процессе на рынке Тольятти, они, вы, как в числе из первых, там улучшаете сервис жилищных услуг, которые предоставляете, и тем самым к вам идут, в принципе, собственники для того, чтобы управляли своим же домом, доверяются вам. В данном случае я считаю, что это правильно. Считаю, что такие компании, которые идут в ногу со временем, которые применяют новые какие-то технологии в своей работе, которые позволяют собственникам оперативно видеть исполнение их заявок. Об этом мы еще поговорим с Александром Александровичем в следующем мероприятии, которое мы запланировали по автоматизации процессов. Когда видят исполнение заявок, когда видят своевременную работу управляющей компании, а порой даже ее не нужно видеть сотрудников, они должны как-то быть незаметными, но в то же время быть все время уже все комфортно, все приятно глазу на территории. И как в самом... Заявки мы должны, то есть вовремя проводить ППРы, вовремя проводить графики осмотров, взаимодействовать со старшими, и должна быть еще такая автоматизированная система приема заявок. То есть мы должны оперативно выполнять, чтобы, скажем так, сервис, качество было на должном уровне. И как раз именно внедрение современных технологий это сейчас позволяет сделать. То есть мы можем, в принципе, можно добиться того, что все заявки мы можем опережать до момента их подачи. Если я не ошибаюсь, как раз мы были в управляющей компании, когда вы призвали презентацию лучшей управляющей компании, или Визит М. Как раз Кританин об этом говорил. У него такие экраны, там автоматизация кругом. Мне тогда достаточно впечатлило поездка к ним в управляющую компанию. Мы многое сейчас берем в лучших и внедряем в свои организации. Александр Александрович, как вы знаете, по практике членства саморегулируемой организации лучшие практики, они тиражируются, распространяются как раз на всех членов СРО и закладываются как раз стандарты правил управления недвижимым имуществом. Берем на себя большую ответственность. И слава богу, что такие управляющие компании у нас все-таки есть на территории Самарской области, которые стремятся работать в интересах жителей в первую очередь. Ну и за счет оптимизации процессов и зарабатывать, чтобы у вас коллектив и вы сами получали достойный заработок. В первую очередь, хорошо, что вы есть, которые нас объединяете между собой, дарите нам информацию, дарите нам вот такие мероприятия, где мы можем рассказать о каких-то своих достижениях. Коллеги, понимаю, что тема сегодняшнего мероприятия, она еще потребует нашего внимания. Мы будем держать вас в курсе о практике реализации проведения посредством онлайн-голосований общих собраний собственников жилья. Поверьте, все стороны данного процесса заинтересованы. Мы знаем ту проблему про протоколы, которые появляются у нас сверху кладет, другая управляющая компания, не давая работать, в принципе, развиваться самому дому, совету дома. Эта сложность есть. Да, есть какой-то определенный пробел в законодательстве, который мы уже поправки эти направляли. Но я знаю, что и уверен полностью, что эта система вот именно по голосованию онлайн, она это вопрос будущего. И будущего уже недалекого, она уже реально реализуется. Я думаю, что в следующий год, 2022 год, чуть более с учетом сейчас этой нашей эпидемиологической ситуации, эта форма будет работать. Уверен, что она будет реализована. И опять же скажу, что все стороны этого процесса заинтересованы в этом. И государственная жилищная инспекция, и профессиональные сообщества, и жители, и управляющие компании заинтересованы, чтобы ваши протоколы максимально оперативно были приняты в надзорном органе, прошли регистрацию по ряду вопросов, и уже вступили в действие. Вот этого мы, в принципе, добиваемся, чтобы у нас люфт, рамка вот этих ваших решений собственников, они сразу же уже переходили в ее практическую реализацию. Суть это как раз, чтобы быстрее это все сократить время. На данный момент, Александр Александрович, спасибо тебе огромное. Мы еще надеемся на ваше участие в наших следующих мероприятиях, которые у нас будут в дальнейшем. И, конечно же, будем следить за той практикой реализации онлайн-голосований. Будет что-то еще, что-то подобное, мы всегда будем рады вас видеть в эфире. Спасибо компании ЖЦ за то, что она работает достойно. И так держать. Не терять оборотов, и так держать. Взаимно. Всем остальным, кто сегодня на связи, напоминаю, телефоны Куалевционного центра по всем вопросам, если нужно, за дополнительным разъяснением обратиться. Телефон подгорода Самара 846, телефон 260-37-19, прямой мой номер телефона 846-99-18-003. Обращайтесь. Постараемся помочь по всем вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством. Будем рады помочь во всех вопросах. Ждем обращений, ждем вопросов, ждем предложений по проведению наших дальнейших мероприятий, какие тематики нужно бы раскрыть. Ну а данное сегодняшнее мероприятие, напоминаю, что оно, наверное, максимально к завтрашнему дню, будет размещено на официальной страничке в YouTube Коалевционного центра при Министерстве энергетики и жилищно-коммунальном хозяйстве. На сегодня все. Всем спасибо. Будьте здоровы. До новых встреч.